Уравнение x квадрат минус 3y квадрат равняется плюс-минус единице. И берем уравнение x квадрат минус xy минус y квадрат. То же самое равняется плюс-минус единице. А минус единица вообще деликовать? Ответа нет. Объясняю почему. Если вы берете числа 0,1 и 2 и возбудете их квадраты, то смотрите, 0,1,4, правильно? А 4 дает остаток 1 при делении на 3. То есть квадрат может давать остаток 0 или 1 при делении на 3. А минус 1 это означало бы остаток 2. Поняли, да? То есть когда квадрат прибавляешь единицу, делиться на 3 результат не может. Поэтому мы имеем полное право вот это стелить. Это очень важно. Уравнение пели не всегда имеет решение. То есть когда плюс 1, то окажется, что всегда есть решение. А какие-то другие числа, иногда бывают решения, иногда не бывают. Хорошо. Теперь табличка. Наименьшее решение какое? Квадрат числа на единицу больше удовольного квадрата. 2. 2 это x. А y? x получается 11. Конечно. Конечно, 2. Хорошо. А следующая решение? Переверяйте подряд числа. 7. 7 и правильно. Вы видите, что вы ходите довольно быстро. Правильно? Поэтому давайте подумаем, как могла бы выглядеть формула перехода. Вообще-то, вы помните, что было для корней 2. Там было число 1 плюс корень 2. Так? Отлично. А что будет для корней из 3? 1, 1? Нет такого. Но, если вы берете 2 плюс корень из 3, и умножаете это на 2 минус корень из 3, то согласитесь, что вы получаете 4 минус 3, то есть 1. Правильно? Это все понятно? И значит, каким образом мы можем вычислять следующее значение? Очень просто. Вот у нас есть управление. x квадрат минус 3, и квадрат. Мы его разлагаем на множители. Ребята, это потом будет очень много раз в разных ситуациях. И поэтому, это чрезвычайно важно, это сейчас нам с вами все увидеть. Значит, я спокойно, медленно все это сейчас расскажу. Вот, пожалуйста, следите за руками. Это не обязательно тройка, да? Здесь, в общем случае, будет ровно так же. Мы разлагаем x минус 3y квадрат на множители. Представьте себе. x плюс y корней из 3. И x минус y корней из 3. Понятно? То есть, смотрите, мы используем иррациональное число корень из 3. Дальше. Мы пишем вот эту формулу. Давайте даже, я не пленюсь, ее перепишу. Здесь единица. Здесь 2 плюс корень из 3. И 2 минус корень из 3. Понятно? И вот теперь перемножаем. Сколько будет 1х1? 1. 1. Так, кстати, если у меня будет какое-то число, а здесь единица, то здесь будет то же самое число. Поэтому это способ, даже не обязательно, когда единица стоит в правой части, а любое конкретное число, тоже так вот можно получать новое решение. Итак, одиннажды, 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 отлично. А здесь перемножаем вот эти скобки. Понятно, что 2х плюс 3у, когда вот так и вот так. И еще с корнем из 3. Корень из 3 будет с каким коэффициентом. Бывает x и 2у. x плюс 2у. Так, да? И здесь перемножаем. А почему там 3у, если там 2у? 3у, почему? Потому что когда у корней из 3 умножается на корень из 3, то получается корень из 3 на корень из 3. Спасибо. Вот. Теперь здесь. А здесь то же самое, только перед корнем из 3 минус. Значит, можно даже сразу написать, что называется не 5. Просто поставить минус перед корнем из 3. А теперь смотрите. Это любимая форма школьных программ. Называется разность квадратов. Видите? Значит, мы получили такую форму. Здесь по-прежнему единицы. А здесь 2х плюс 3у в квадрате. Минус 3 умножить на х плюс 2у в квадрате. Господа, вот они формулы перехода. Давайте я их аккуратно запишу. Икс, Н плюс 1. Это есть 2х, Н плюс 3, У, Н. И У, Н плюс 1. Это х, Н плюс 2, У, Н. Все понятно? В магнитсах это записывается вот как. Столбец х, Н, У, Н получается из столбца х, Н плюс 1, У, Н плюс 1. Один столбец получается из предыдущего столбца х, Н, У, Н, У, Н. Смотрите, каким образом правило умножения матрицы такое. Строка на столбец. Значит, здесь пишем 2, 3. И здесь пишем 1, 2. Вот для тех, кто любит матрицы, в виде матрицы так это записывается. Впрочем, это не так, что нам сейчас важно. Нам важно быстро заполнить табличку. Давайте. Как здесь положено? Вот это что такое? Это удвоенное вот это плюс утроенное это. 14 плюс 12, это сколько? 26. 26. Здесь 7 плюс 2, раз 4. Это 15. 15, отлично. Так, теперь здесь 2х плюс 3у. 52 плюс 45. 97. 97, отлично. И здесь х плюс 2у. 26 плюс 30. 56. 56. Почему нет решений уравнения х квадрата минус 3у квадрата равно единице, не входящих в эту таблицу? Смотрите, решения, входящие в эту таблицу, получаются, когда мы все время умножаем начальное решение, которое 1, 1, 0, то есть число 1, на число 2 плюс корень из 3. Правильно? То есть, вот для этих самых чисел xn и xn и xn, тогда такая формула. xn плюс yn корень из 3, это 2 плюс корень из 3 в стихе. Нет, почему нет других решений? Это надо научиться делать тот самый переход. Мы сейчас не в общем виде, мы сейчас работаем с конкретным числом корень из 3. Как выглядят формулы? Смотрите, формулы для шага из столбца в следующий, вот такие, правильно? Можете ли вы получить формулу шаг назад? Нет, именно поделить на число 2 плюс корень из 3. То есть, другими словами, умножить на 2 минус корень из 3. Так, соображаем, вот если в этом месте поставить не 2 плюс, а 2 минус, что тогда будет? Здесь будет 2x минус 3, согласны? И здесь будет 2x минус 2y. Отлично. Значит, шаг назад записывается следующим образом. Вот есть столбец, он получается из такого 2x минус 3y, и здесь 2y минус 3y. Идея поняли? И вот сейчас нужно доказать стандартную вещь. Если у нас есть числа x и y, ну, например, при этом пусть будет y больше 1, то, когда мы делаем шаг назад, вы понимаете, что это шаг назад, да? Что число x плюс y корень из 3 уменьшается. То, когда мы делаем шаг назад, у нас получаются неотрицательные числа. Это называется бесконечный спуск. Поняли? Давайте. Надо помнить, что x квадрат минус 3y квадрат равно единице. Вы это должны записать. x квадрат минус 3y квадрат. Отлично. Теперь два выражения. 2x минус 3y. Нам плохо будет, если это будет меньше нуля. Да? Пишите. Меньше нуля. Вот надо смотреть такую ситуацию и доказать, что она невозможна. И еще, в каком случае нам будет плохо. Если два, нет, отдельно, справа столбец, 2y минус x меньше нуля. Вот если такое неравенство, то нам тоже будет плохо. Все понятно? Мы получим просто странные какие-то отрицательные числа. Так не должно быть. Замечательно. Вот надо каждую из этих ситуаций разобрать. То есть, смотрите, 2x минус 3y меньше нуля. Это же то же самое, что 2x меньше чем 3y. Возведите в квадрат. Что он находится? 4x квадрат меньше чем что? 9y квадрат. Чем 9y квадрат. Отлично. Будьте добры, теперь вместо x квадрат написать 3y квадрат плюс эти. 12y квадрат плюс 4. Пишите. 12y квадрат плюс 4. Меньше чем 9y квадрат. Такое бывает? Нет. Не бывает. Отлично. Теперь переходим к правому столбцу. Ну, это получается, что... Так же. 2y меньше чем x. Меньше. Так. Квадрат, смотрите. 4y квадрат меньше чем x квадрат. Да? И что? 3y. Ну, вместо x квадрат пишите 3y квадрат плюс 1. 4y квадрат. 3y квадрат плюс 1. Правильно? 3y квадрат плюс 1. Так. И что получается? 2y квадрат меньше 1. Может быть, 2y квадрат меньше 1? Нет. Конечно, нет. То есть, если вы дойдете до самого начала таблицы, там, где y равно 0, там y квадрат будет меньше 1. И поэтому, естественно, предыдущий шаг будет с отрицательным числом. А пока вы находитесь внутри таблицы, ничего такого нет. Победа? Ну. Спасибо большое. Так. Вы все больно? Да. Ну, вообще, я думаю, что вы уже начинаете привыкать, да? То есть, видите механизм, как это работает. Хорошо. Теперь давайте, собственно, вернемся к мнению еще более простого. Оно, это еще более простое, а во-вторых, гораздо более знаменитое. У этого мнения есть имя. А сейчас мы должны узнать. Это одно из самых знаменитых уравнений в элементарной математике, в теории чисел. Одно из самых-самых-самых знаменитых. Очень простое, очень красивое. Ну, а? Понятное дело, надо таблицу сделать, да? Опять. Что это за числа? Это числа, которые складываются из предыдущих. Да. И как же называются числа? Когда каждое следующее число есть сумма двух предыдущих. 21 – это 8 плюс 13. Ну, как это называется? Число Фибоначчи. Вот эта последовательность 1, 1 и так далее называется последовательность Фибоначчи. Давайте. Нумерация чаще всего такая. Вот эта вот ноль, это, мне кажется, первое число Фибоначчи. Понятно, да? Второе, третье, четвертое, пятое. Ну и так далее. Шестое, седьмое, восемненькое. Так вот, смотрите, что у нас получается. Икс нулевое равняется нулю, икс нулевое равняется единице. Как из столбца икс энное, икс энное, получается следующий столбец? Скажите, пожалуйста. Вот пусть я знаю, например, числа 5 и 3. Как получить 8 и 5 из них? Вот. 8 минус 3, 5. y, n плюс первое, это? Это просто икс энное, ребята. Смотрите, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8. Согласно? Да, хорошо. Ага, вот это, что такое? Это икс эн плюс первое, это? Икс эн плюс х, это. Икс эн плюс первое, это что? Икс. Первое, это. Сумма. Согласны? Как получить число в усе? Здесь сложить 5 в сумме. Как получить число 20 и 13 и 8 умножить? И так далее. Давайте сейчас, во-первых, поймем, что действуя по этому правилу, давайте уж, чтобы больше, напишем это в маточном виде. На самом деле, совершенно не нужно. Но для того, чтобы примыкать к матрицам, это, наоборот, очень даже нужно. Смотрите, я пишу не в матрицу, а в маточном виде, чтобы при умножении на столбец у нас получалось бы то, что нужно. Значит, здесь будут две единицы, а здесь будет единица, и здесь ноль. Понятно? Понятно, иди. Вот, но это не важно, как раз, это сейчас не суть, а важно вот что. Почему формула из одного решения дает новое решение? Вот, смотрите, давайте введем такое обозначение. Вот эту штуку будем вам означать f от x, y. То есть, вот есть такая практичная форма, да? f от x, y – это x квадрат минус x, y минус y квадрат. Смотрите, что нам на самом деле нужно доказать. Нам нужно доказать такой факт, что если мы в квадратичную форму подставляем вместо x x плюс y, а вместо y подставляем x, то это будет, на самом деле, то же самое, только с минусом. Минус f от x, y. Так, поняли я? Или нет? Ну, вот у нас следующий столбец получается из предыдущего, из столбца x, y получается по формуле x плюс y, x. Значит, надо вместо x написать плюс y, а вместо y надо взять x. Отлично. И надо проверить форму. Что для этого реально нужно? Ну, надо подставить. Вот это прямо, начинайте максимально слева, чтобы все влезло. То есть, пишите ту формулу, только там, где было x, пишите x плюс y. Там, где было y, пишите x. И дальше, минус произведения x и y. Что такое x? x, это теперь x плюс y. Что такое y? Это теперь x. Так, и пишите в скобочках x плюс y. Да. Умножить на x. Да. И, например, минус. Было y квадрат, но теперь вместо y у нас x. Там, где пишите, минус x квадрат. Вот. Теперь надо пошло направиться с кисточкой. Благодаря вот этой леньи, действительно, вы из одного столбца, изготавливаясь, когда делаете следующее, вы получаете все, что нужно. Правда? Вы получаете бесконечно много решений. А теперь очень важные вещи. А почему другие? Наш стандартный прием. Мы должны привыкнуть это делать. Почему? Нет других решений. Шаг назад, вы сможете понять? Ну да. Что такое шаг назад? Вот у нас здесь есть столбец, из него так получается замечательно. А здесь что будет? Можете сказать? Вот эти два числа, они равны. Поэтому здесь стоит то, что там y, напишите, это y. Замечательно. И теперь смотрите, вот это число равно сумме. Значит, если мы делаем шаг назад, то вот это число должно равняться сумме. Значит, здесь стоит такое число, что если к нему это прибавишь, то вот это получишь. Что это за число такое? x минус y. x минус y минус y минус. Это понятно? x минус y минус. И вот теперь смотрите, что мы должны доказать. Что если где-то там, вот мы идем, заполняем, выполняем таблицу, и вот где-то там встретилось, вот как бы перепрыгнули через решение. Мы так ушли, числа все время увеличивается, естественно, да? И вдруг вы перепрыгнули через какое-то решение, то вы должны сейчас доказать, что если для этого решения вычислить вам такую штуку, то оно сместится, что оно стоит меньше. Но при этом, что оно останется решением, не отрицательными числями. Так, давайте смотрим. Понятно, что игорь реальное число не отрицательное. Понятно, что сумма вот этих чисел меньше, чем сумма этих. Потому что здесь сумма x, а физически, да? Вот поэтому смещение чьи-то происходит. Единственная проблема. А вдруг вот это число будет отрицательным? Вот это непонятно. Значит, вы должны сейчас доказать такую новую лему, что если x и y не отрицательные числа, и при этом x квадрат минус x и y минус y квадрат плюс минус 1, то в таком случае, если x и y больше единицы, потому что когда не больше единицы, мы знаем все, и тут никаких других плохих решений, да? Если x и y оба больше единицы, то в таком случае обязательно x больше, чем y. Поскольку это очень просто, давайте я это напишу. Еще раз, новое лему. Если x больше единицы и y больше единицы, то x квадрат минус xy минус y квадрат плюс минус 1, то x минус y не меньше 0. Понимаете? Что мы не могли выскочить за пределы этой таблицы при таком полуходе. Это легко. А вот это писать? Писать где? Ну, наверное, вот это уже можно стереть, потому что это уже все тонны. Так. А тут вообще писать мало чего нужно. То есть, когда мы от противного доказываем, что x минус y больше, чем нюня, что надо предположить? Что x минус y меньше 0. Да. Проще говоря, x меньше y. Прогласны? Да. Итак, пусть у нас так случилось, что x меньше, чем y. Посмотрите, внимание, так просто отойдите и посмотрите, насколько тогда все будет просто. Итак, x это маленькое число, меньше, чем y. А у нас вон там вот написано x квадрат минус xy минус y квадрат. А ну, тогда получается, что... Ну, например, x квадрат минус xy будет точным числом отрицательным. Понимаете? А еще y квадрат вычитают. Посмотрите, какая будет история. x квадрат минус xy у нас будет отрицательным числом. Значит, оно будет не больше, чем минус единица. Так? y квадрат будет меньше, чем минус единица. Да? Замечательно. Ой-ой-ой. Минус y. Минус y квадрат будет меньше, чем минус единица. Значит, если мы сможем, что получится? x квадрат минус xy минус y квадрат будет меньше, чем минус 2. А это у нас втоль было 1 минус 1. Вот такого бывает. Понимаете? Да. Так, спасибо за единицу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.